Итак, для ферментации специального оборудования не нужно. Нужна банка, стеклянная, любая. Красивая, некрасивая, это уже на ваше усмотрение. Не обязательно закрыть, вот просто банка. Даже если у вас нет специальной крышки для ферментации, которая стоит копейки, можно без нее. Просто банка. Банка стерилизуется и подготавливается определенным образом. Мы сегодня с вами сделаем рецепт, который точно так же дешевый, как и, но не капуста, которую нужно шинковать. Я знаю, что многих это останавливает. А мы с вами сегодня сделаем квашеную морковку. Посмотрите. Я ничего заранее не готовила, только нарезала перец, чтобы руки помнить, что он острый. Можно без него, если вы не любите острый, просто мы любим острое. И сейчас я начинаю в прямом эфире для вас готовить, чтобы вы поняли, что это недолго. У меня морковка чистая, и наша задача ее каким-то образом нарезать, натереть, используйте все, что у вас есть. Единственное, что терка, это будет плохо. Я использую овощечистку. Мне нравится морковь именно овощечисткой. Получаются вот такие классные штучки. Найдите овощечистку. И овощечистка вообще это классный продукт для того, чтобы овощи, и она должна быть, конечно, хорошая, точеная, понимаете, чтобы у вас как по маслу это шло. И тогда у вас время займет минимальное. И вы не порежетесь, например, потому что делается это на раз-два. Ну вот, смотрите, одну морковку, ну, не знаю, пару минут. Винный шкаф использую летом, чтобы температура была хорошая. Анна, ну классно, что у вас есть винный шкаф. У нас нет винного шкафа. Хотя мне нравится кухня с винным шкафом, но просто он нам не нужен. Но если его назвать как шкаф для ферментации, эта идея мне нравится. Так, я уже тру вторую морковь. Можно использовать различные терки, которые есть для корейской моркови. Можно слайсами нарезать из косок. Главное, не очень толсто, потому что процесс ферментации пройдет быстрее, когда продукт будет более тонким. Я знаю, что вам не видно. Сейчас мы как-нибудь все разим. Ну вот, смотрите, видите? Можно использовать комбайн вообще. Я просто не любитель комбайнов, потому что для меня в готовке процесс именно подготовки ингредиентов, он является одним из самых интересных. То есть я люблю красиво все подготовить для того, чтобы уже потом готовить. Какой фирмы овощечистка уже никто не знает, потому что ей лет не знаю сколько. Все, что, кстати говоря, остается, вот это мы с вами используем на бульоне. Это можно или можно натереть, или можно нас кормить детям, или можно, может быть, вы там ездите на какую-нибудь ферму к лошадкам. Мы выходили по этим к лошадкам с детьми, и вот можно кормить лошадок, не знаю, там, уток, кого угодно. Я не буду сегодня говорить точные граммы. Вы можете, чтобы нам тут вы не записывали, по ссылке в шапке профиля есть рецепт, который мы сегодня готовим. Вы можете его скачать, конечно, бесплатно. Вы можете его скачать, там все пропорции, потому что процесс квашения на самом деле крайне простой. Но есть различные сложности, и может в первый раз не получиться, когда не соблюдены некоторые технологические нормы, а именно количество соли, которое необходимо для того, чтобы процесс произошел правильно. Так, вот смотрите, у нас уже здесь я 4 морковки потеряла. Сейчас, наверное, последний потру. Для шинковки у капусты есть специальная терка. Конечно, я знаю, друзья. Просто я сейчас хотела продемонстрировать вам еще более простой рецепт. Кожу с морковки я не счищаю, потому что у меня тут молодая морковка. Если у вас морковка не молодая, то она, нужно ее, конечно, почистить. Морковка для того, чтобы вы вот так могли ее терочкой, овощечисткой натирать, она должна быть хрустящей. Если она не хрустящая, положите ее на ночь в воду, в чистую питьевую воду. Тогда она у вас вновь станет хрустящей. Так, ну вот смотрите, у нас с вами получилась капуста. Сколько у меня это заняло времени? Ну, с болтовнёй это заняло 4 минуты. Вот было 23, мы начали, в общем, это заняло 4 минуты. Банку подготовить, она может готовиться без вас, вы можете ее стерилизовать. Это процесс, в котором участвовать не нужно. То есть он может идти параллельно, согласны? Морковка должна быть, конечно. Рецепт капусты. Сегодня капусты нет, но рецепт капусты есть в ленте. Посмотрите. Поэтому банка у нас должна быть чистая. Что еще? Я одеваю перчатки, когда мы начинаем работать непосредственно уже с ферментацией, потому что нам важно, чтобы среда была не стерильной, но чтобы среда была, не попали, я сейчас руки не могу, да, отключиться, помыть, поэтому буду с перчатками. Ну и вообще перчатки это классно. Сейчас я еще завяжу волосы, потому что волосы могут мешать. Так, вопросы вижу. Рецепты будут прикреплены. Елена, да, в Ютубе тоже прикреплено в описании. В Инстаграме рецепт находится в шапке профиля. Пожалуйста, посмотрите. Там есть ссылочка. Вы можете этот рецепт скачать. Так. Для того, чтобы... Не обязательно вообще использовать какие-то вкусовые ингредиенты. То есть мы с вами можем взять капуту, мы можем с вами взять рассол, который я подготовила заранее. И, в общем-то, все. Если вы хотите вкус, как я, то мы еще добавляем различные ингредиенты, которые я подготовила. Ну, это перчик. Чтобы это было красиво, то мы можем точно так же выложить это, как у нас с вами вот здесь. Да, во-первых, это будет красиво визуально, а во-вторых, это потом приятно есть. Я кладу перец. У меня здесь острый перчик. Опять повторюсь, это не обязательно. Когда вы достигнете каких-то... Когда вы достигнете каких-то уже навыков, вы сможете миксовать и добавлять свои различные вкусовые нотки и уже понимать, что вы хотите. Я буду параллельно закладывать, чтобы сдержались наши красота. Я добавляю обязательно чеснок. Мне кажется, ферментировать без чеснока, ну, можно на самом деле. Если вам не нравится вкус чеснока, я тоже добавлю лайм. Мне больше нравится, чем лимон. Я, кстати говоря, недавно для себя это открыла. Вот еще такой острый перчик. Количество видов в Турции острых перцев – это просто огромное. Можно изучать и пробовать. То есть вот те ингредиенты, которые мы добавляем дополнительно, они вообще не обязательны. Смотрите. Ну, посмотрите, это вообще, да? Особенно зимой, когда нет свежих продуктов, это просто... Так, и дальше я опять дополняю. Очень хорошо нужно нам с вами натрамбовывать. Вот, чтобы у нас... Так, у нас тут застрял чесночок. Чтобы у нас как можно меньше было свободного пространства. У меня есть еще такой пинцет, которым тоже удобно поправить. Сейчас, застаем чесночок. Так, там кто-то уже пошел стерилизовать банки, друзья. Я надеюсь. Так, очень хорошо утрамбовываем. Если, кстати, нарезать по-корейски, то будет вообще другой вкус. Вообще от степени нарезки очень сильно зависит. Например, если вы сделаете ее с лайцами, то есть мы нарежем, например, ее вот такими слайцами, да, например. То потом, после ферментации, мы можем ее вообще подавать как гарнир, например, с каким-то соусом, например, с майонезом, кешью или еще чем-то. Это будет очень вкусно. Так, я все вот так вот складываю. Утрамбовываю, друзья. Прямо руками вот так вот трамбовываю. Поэтому перчатки, да, или очень хорошо помыть руки. Вот у нас в эту маленькую баночку, у меня здесь литровая баночка, все уместится. Так, добавляю еще кинзу и петрушечку. Ну, на самом деле, на вкус они... Потом я эти ингредиенты не ем, которые для замачивания. Красный перец, конечно. Конечно, можно. Конечно, красный, хоть зеленый. Попробуйте разные вкусы и сочетания. Это будет каждый раз новый рецепт, каждый раз по-новому. Вот так я еще добавила зелень. Напомню, что ферментация не связана с засолкой. Это не засолка. Продукты, которые мы консервируем и засаливаем, не имеют ничего общего к ферментированной нейтральной пище. Вот смотрите, у нас сколько у нас делается здесь, да? Очень плотно, поэтому не хватает. Можно добавить еще. Видите, местечко осталось. Я сейчас еще одну морковку покру для того, чтобы сделать целую банку. Сколько у нас прошло времени? Ну, смотрите, вот ровно 10 минут прошло, а у нас уже почти все готово. Единственное, у нас время уйдет на приготовление рассола. По ссылке в шапке профиля там рецепт, и вы там рассол увидите. Вот пропорции соли и воды, они крайне важны, когда мы ферментируем без стартера. Существует несколько видов ферментаций, и я не люблю ферментации со стартером, но в некоторых рецептах без них нельзя. Ну вот, когда мы заквасим овощи, абсолютно точно можно без стартера. Если у вас остается от прошлого рецепта рассол, не надо его выбрасывать, его тоже можно использовать как часть. Ну вот, смотрите, у нас с вами все прекрасно получилось. Смотрите. Очень плотно. Затем нужно что-нибудь взять острое, ну, типа, есть палочка для... суши. И сделать воздушные ходы, проткнуть наше содержимое. Для того, чтобы сейчас рассол очень хорошо... прошел и закрыл всю капусту. Ой, капусту, прошу прощения, морковку. Ну вот, посмотрите. Ну, класс, да? Смотрите. Не вижу вашей сердечки. Ну, посмотрите, это же просто... Если бы я могла вам передать запах, это пахнет уже просто. Так, все, у нас с вами это готово. А, у меня еще есть тимьян, я сверху его положу. И есть вилочки розмарина. Сушеные лучше не использовать, то есть только свежие. Так, вот, смотрите. И мы с вами теперь это заливаем рассолом. Видите, должна водичка течь. Вот, благодаря нашим ходам, она должна попасть. Мы должны убедиться, что вся капуста... Ой, прошу прощения, вся морковь... Я сначала собиралась готовить капусту с вами, а потом подумала, что капусту вы сами можете приготовить. Вот, смотрите. Теперь мы еще раз ее утрамбуем. Можно еще попротыкать немножечко. Сейчас на весу не очень удобно. Чтобы убедиться, что у нас вода полностью зашла. Вообще, лучше поставить груз. Можно без него, друзья. Можно без него. Все. Руки, смотрите, от морковки. Мы с вами... Все, у нас готово. Мы начали в 23 минуты, сейчас 37. Это с болтовней. Все. Дальше мы закрываем это крышкой. Специальной или обычной. Вы крышкой можете закрыть. Если просто обычной крышкой, то вот так. И сверху накинуть полотенце, например, чтобы просто пыль не попадала. Если у вас крышка для ферментации, вы просто ее вот так открываете. И мы вот так оставляем это вместе с этим. На кухонном столе. Ну, посмотрите. Представляете, вы утром просыпаетесь, открываете баночку вот такой подобной капусты, моркови. И добавляете ее в свой омлет или кладете на свой полезный вафель. Ну, просто восхитительно, согласитесь? А если вы ставите это еще в винный холодильник, да, который красиво выглядит на кухне, то это вообще кайф. Вот такая вот, друзья, информация. Что дальше мы делаем? Дальше процесс ферментации пойдет в зависимости от температуры. Необходимо следить за тем, как это будет происходить. Что будет являться характерным? Показать это достаточно сложно через экран. Здесь появится воздух и начнутся через воздушные ходы, начнется процесс поднимания воздуха и наверху образуется не пена и не плесень. Если образовалась пена или плесень, такой продукт не готов к употреблению, его необходимо утилизировать, употреблять его нельзя. Легкая пена, пенистость, пузырики, это говорит о том, что процесс пошел и процесс пошел правильно. Для вот этой капусты будет достаточно четырех дней. Я более чем уверена, можно достать, попробовать. Всегда использовать чистую вилку. Просто так лазить туда не надо. Залезли один раз в день, посмотрели. Для целой моркови будет, наверное, подольше, но тоже можно попробовать. В целом дней шесть, я думаю, она простоит. С ферментацией такое дело, что не надо бояться, что не получится или переживать, если не получилось в первый раз. Нужно набить руку, нужно найти удобные железы. Для себя рецепты, рабочие рецепты. Вот этот рецепт очень классный. В темное место, ну да, прямых солнечных лучей быть не должно. Можно, если на кухне вы оставляете. Я ставлю вот здесь и просто накрою полотенцем. Ну, у меня есть... Просто вот так прикрою. Да, и поставлю вот сюда, на рабочую поверхность. Там она мне не будет мешать. И так мне будет удобно. Все, после того, как она готова, мы ее оставляем, перемещаем в холодильник. Там происходит еще дображивание и можно употреблять. Какое вам больше понравилось? Посмотрите, что вам больше нравится. Какая? Вы убедились, что это недолго, да? Вот так. Был кулинарный класс по ферментации. Первая часть, он доступен на сайте. Его можно посмотреть, можно научиться. Там мы классили как раз базовые рецепты. Там был йогурт, там были овощи два вида, там мы делали закуску. Что было еще, напишите, кто был. Вижу, что здесь есть те, кто присутствовали. И сейчас я готовлю долгожданную вторую часть. Там будут вообще суперские рецепты. Сколько срок хранения такого продукта? Долго. Очень долго. Очень долго. Выбегать рассол не будет. Нет, конечно. Так, темное место. Через сколько дней она будет готова? Вот я ответила. Это я ответила. А есть такие ингредиенты, которые препятствуют ферментации? Есть, которые содержат сахара. Но опять-таки, смотря какие сахара. Осень и очень красиво, да. Стартер – это готовый пробиотик, да? Не обязательно жидкий. Это просто засол? Нет, это не засол, друзья. Это процесс ферментации. Дальше она стоит при комнатной температуре и начинает образовываться микроорганизмы в процессе брожения. Который образует молочную кислоту. И дальше начинается процесс. Уже собираюсь в магазин за ингредиентами. Так у вас наверняка морковь дома есть. По поводу острого перца. Вы даже разрезанным кладете, насколько я увидела, там полстручка. Насколько острым получается? Нет, здесь просто стручок, разрезанный пополам. Если вы просто положите стручок, он не даст остроты. Но вообще процесс ферментации в том интересен, что вы не будете чувствовать очень острый вкус. То есть он будет мягким, понимаете? Он будет мягким и будет таким очень интересным. Даже дети могут пробовать. То есть он не будет острый. Хотя у меня здесь, смотрите, раз, два. То есть здесь полтора острых перца. А здесь вообще еще больше. Раз, два, а, тоже три, тоже полтора перца. Да. И вкус чеснока не будет таким, кстати. Как потом хранить? Только в холодильнике. Только в холодильнике готовые мы храним уже там. Йогурт, сальса, чатни. Да, да. Рецепт. Рецепт, который мы сейчас готовили, доступен для скачивания в шапке профиля. Просто перейдите и скачайте. Естественно, бесплатно. Для тех, кто смотрит на YouTube, это доступно у вас в описании. Там есть. Скачать рецепт. Мы тоже любим острый, так что вопрос не в том, чтобы не класть вообще. Да, 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 кладите разные, пробуйте. Все понравилось. Это все в YouTube. Да. Где взять рецепт? В описании. Если вы хотите домашнюю ферментацию, первую часть, то посмотрите, она и доступна на сайте. Вторая часть скоро будет анонсирована. Это долгожданный кулинарный класс, где мы будем готовить напитки, где мы будем готовить... Там уже, знаете, как будет домашняя аптечка. Различные средства, которые под конкретный случай. Там будет и напиток, там даже будет ферментированная рыба. Вроде бы казалось, да, например, мы берем лосось, его сами засаливаем и получаем классный продукт. Но на самом деле это не совсем так, особенно если качество лосося, ну такое. Поэтому если мы его ферментируем, то вы получаете просто продукт, который даже в нем повышается, ну не сильно, не значительно, но повышается количество белка. Рецепт восхитительный. Можно ли использовать просроченный, нормальный, в качестве стартера? Ксения, ферментация со стартером имеет свои особенности. Я их в сегодняшнем эфире рассказывать не буду. Если вам нужно более глубокое, в домашнюю ферментацию, пожалуйста, там есть это. Но ферментация со стартером, на мой взгляд, требует больше навыков. Поэтому я бы вообще начинала без стартера. Тем более просроченный. Кимчи, точно, во второй части будет кимчи. Ссылку на первую часть есть на ютюбе. Это платный контент, поэтому ссылки на ютюбе нет, есть на сайте ugrimov.ru. Первая ферментация, часть, это платный контент, поэтому здесь... Так, друзья, вопросы ваши. Как правильно хранить, я ответила. Как хранить в холодильнике в этой банке? Конечно, можете прямо в этой банке оставить. Я еще имбирь добавлю, пожалуйста. Это просто специальные крышки. Расскажите, как готовится засол. Пожалуйста, рассол готовится, нужно взять пропорции правильные, соли и воды. Если пропорции будут нарушены, то может образовываться плесень. Для того, чтобы этого не произошло, нужны правильные пропорции, вы можете их скачать по ссылке в шапке профиля. Пробовала готовить чай, не покрылся плесенью, буду позже пробовать. Скажите, а можно рассол от консервированных огурцов добавить? Нет, конечно, консервация вообще никак не связана. Консервированный продукт не содержит никаких микроорганизмов. Если бы у вас консервация содержала микроорганизмы, то образовывались бы газы, и крышечки бы взлетали. А стерилизация банок и сама засолка происходит при таком количестве и температурный режим, и количество соли, что все микроорганизмы убираются, и за счет этого долго хранится. Но пользы в этом продукте никакой нет, то есть там нет микроорганизмов. Засолка и ферментация – абсолютно разные вещи. Хранить в холодильнике в полном составе содержимого или только морковь? Я храню целиком, но мы достаточно быстро съедаем. Вы можете вынуть, но тогда рассол оставьте. Шапки профиля – это про Инстаграм. Я сказала, что на Ютюбе в описании к этому видео вы можете посмотреть там рецепт. Большое спасибо, вдохновилась. Отлично. Температура помещения для ферментации, как стерилизовать банки – это все есть в кулинарном классе. Можно ли без рассола? Без рассола квасить для этого нужно иметь определенный навык, друзья. Без рассола. И не со всеми продуктами это может быть легко, потому что продукт, во-первых, должен содержать в себе достаточное количество влаги, его нужно для этого подготовить. Вот этот рецепт без рассола не получится. Жидкость сама выделяется из капусты. Да, из моркови столько жидкости не выделится. Хранить в холодильнике. Да, это мы обсудили. Что самое вкусное из того, что ферментировали? Мы обожаем кокосовый йогурт. Но это просто мастхевный мастхев. Я просто его обожаю, кокосовый йогурт. Я в какой-то момент в своей жизни не употребляю молочную продукцию в силу и генетических особенностей, и качества продукции, которые есть на рынке. Хотя здесь, в Турции, кстати говоря, молочная продукция классная. Мы специально покупали, проверяли. Действительно плесневеет и портится. То есть очень мало консервантов, мало, например, каких-то там сухих ингредиентов. В России я не сталкивалась с хорошим качеством. Ну, может быть, у фермеров, да. Но часто у меня от молочных продуктов есть дискомфорт ЖКТ, поэтому я помню, недавно это было. Я была потребность выпить кофе, и я попросила кофе flat white на кокосовом молоке, и вместо кокосового добавили обычное молоко, то есть перепутали. Я сделала два глотка, поняла, что это не то молоко, и у меня от этих двух глотков была реакция. То есть вот настолько. И здесь молоко, оно с таким очень высоким содержанием лактозы, и оно очень так пахнет еще. Поэтому я не употребляю. Но это не означает, что вы должны не употреблять, это вопрос личный. Но я в какой-то момент скучала именно по текстуре, по вот этому ощущению, что ты ешь молочный продукт, и кокосовый йогурт просто решил все эти проблемы. Это очень классно. Во-первых, ты ешь и понимаешь, что ты к нему добавляешь ягоды, получается одно. Ты можешь к нему добавить, например, там тахини, орехи, получается совсем другой эффект. И дети у меня его обожают. Хотя они молочку тоже айранами вот здесь пьют, например. Едированная соль не подойдет. Конечно, качество соли, качество воды, подготовка банки и температурный режим – это четыре очень важных свойства, которые нужно учитывать, когда мы собираемся с вами квасить. Значит, что самое вкусное из того, что я пробовала? Мне очень нравится мясо, но я сама его не делаю. Ферментированное мясо. У меня нет для этого необходимого температурного режима. Это достаточно сложный уже процесс. Мне нравится квас ягодный, который вот здесь, он будет во второй части ферментации. Ягодный квас просто восхитил всех. Мы, честно говоря, не ожидали. Мы вообще любим газированную воду пить, минерализованную. А здесь получился такой газированный квас с таким сладковатым и очень насыщенным вкусом. Нас он восхитил. Ну, я люблю все овощи. Вообще вот все овощи. Мне даже, знаете, как больше нравится? Я люблю сочетание в салате, например, квашеных овощей и свежих овощей. Это всегда имеет, вот как я, например, сказала вам, да, про винегрет. Попробуйте винегрет приготовить вот с этой морковкой. Ну, это будет просто. Кокосовый йогурт получается у меня почему-то всегда жидкий. Ну, в кулинарном классе мы же это проговаривали. Посмотрите, там есть, что с этим делать. Что делать, если появляется газообразование после такой еды? Делала красную капусту. Посмотреть состояние желудочно-кишечного тракта и разобраться. Возможно, что есть Сибор, например. Хранить в холодильнике с крышкой, либо с закрытой, либо с другой. Рассол куда потом? А мы же сказали, что рассол сохранить, его можно использовать для следующей ферментации. Спасибо большое за клевый рецепт. Да, рецепт, напомню, по ссылке в шапке профиля, вы можете его скачать. И там есть все параметры по граммам. Для чего оставлять рассол? Его можно пить. Рассол можно использовать для дальнейшей ферментации. Мы вначале сказали, что процесс ферментации классный тогда, когда вы это делаете постоянно. Вот сейчас вы поставили одно. Вот когда вы начнете это есть, когда оно будет готово, нужно сразу поставить следующее, для того, чтобы у вас была бесперебойная поставка пробиотических продуктов в свой рацион. Рассол можно ли пить? Ну, вообще можно, да. Так, я так и не поняла, сейчас какой период при такой шинковке морковки можно употреблять. Я это сказала, друзья. Я же это сказала в самом начале. Для этого, я думаю, что дня 4 достаточно. Для этого 6 дней. Мы уже это проговорили. Спасибо огромное. Теперь благодаря вам в скором времени похудею. Ну, окей. Попробовала скачать рецепт, прислали теплые напитки вместо моркови. Вы, наверное, не туда зашли просто. Зайдите, пожалуйста, правильно, по ссылке в шапке профиля. Вы зашли просто на сайт. Нужно зайти. У меня в инстаграм ссылка в шапке профиля. Там рецепт моркови. Тоже пришли напитки? О, сейчас проверим. Хочу научиться делать кокосовый йогурт. Пожалуйста, домашняя ферментация. Замороженные ягоды для квашения не очень. Надо попробовать, поэкспериментировать. Тогда смогу ответить. Так. Так, так, так. Так, друзья, еще вопросы есть у вас по ферментации? Что, у кого какое вдохновение, какой инсайт? Напишите, пожалуйста. Мне, кстати, нравятся напитки. Отлично. Надо. Надо назначить X на... Это просто не очень поняла. Напишите, пожалуйста. Не понимаю, что вы написали. Будем пробовать. Отлично. Тыквные напитки. Это вы про теплые напитки осени, да, но это не ферментированные. Да. Друзья, благодарю вас за участие в сегодняшнем нашем кулинарном классе. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что я вас вдохновила. И вы будете все это пробовать. В сториз буду продолжать показывать, как себя чувствует наша морковка. Ну, а сколько можно использовать рассол? Хороший вопрос. Вот смотрите, вот это вы используете, у вас здесь количество рассола. Для следующего раза будет недостаточно. Поэтому вы его добавите. Да, это как с закваской для хлеба. Поэтому здесь постоянно, да, постоянно вы будете его как бы дополнять. Как вы относитесь к пробиотической капусте? Ну, любой рецепт капуста, морковь, это как бы все что угодно ферментировать. Можно ферментировать свеклу, спаржу, вообще все что угодно. Благодарю, друзья. Я рада, что вас вдохновила. Желаю вам хороших выходных. Проведите их с особым удовольствием. Я знаю, что теплая погода везде, теплая осень. Это очень классно. Благодарю вас за внимание, друзья. На YouTube прощаюсь с вами. Рецепт в описании. Да, сейчас мы поправим. Если что-то приходит не то, сейчас мы поправим. И, друзья, прощаюсь с вами в Instagram.